Сегодня арбитражный суд города Санкт-Петербурга Ленинградской области вынес решение об отказе в иске о студии дизайн к ГУПТЭКу Санкт-Петербурга. Об обязании заключить договор постоянного теплоснабжения. А по каким причинам, как вы думаете? Причины очень простые, потому что теплотрасса была проложена самовольно, незаконно, с грубейшим нарушением, с многочисленными действующими законодательствами, нормативных правовых актов и службами. А чем это подтверждается? Подтверждается всей длительной перепиской и документами, мощными документами, абсолютно неопровержимыми, которые были добыты в ходе этого много... Они были предоставлены в суде? Обязательно. Практически все документы, все три тома, это все наши документы. А какие дальнейшие последствия этого решения? Значит, дело в том, для жителей, естественно, мы будем добиваться о выносе опасной теплотрассы из дома. Значит, решение это было принято сегодня на основании предъявленных нами доказательств, что никогда Ростехнадзор в законном порядке, не нарушая федеральное законодательство и не нарушая нормативных правовых актов, не может выдать экспертизу промышленной безопасности пожилому дому, потому что это не промышленный объект. Это первое обязательное условие для выдачи разрешения на эксплуатацию энергоустановок и теплосетей. И второе обязательное условие. Должно быть, студиодизайн должен был предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок, по которому они проложили трубы. А земельный участок принадлежит собственникам дома 9, корпус 1. Это основополагающие моменты. Какие дальнейшие последствия для жильцов? То есть признаны незаконны все? Незаконны, да. Значит, теперь мы будем говорить о том, мы не знаем, как поведет себя студиодизайн, мы считаем, что это его личное дело, у них еще остается там для касации или для чего-то срок, но это все бесполезно. Бесполезно, потому что не нарушая федерального законодательства, легализовать эту теплотрассу невозможно. А какие ваши дальнейшие действия? Дальнейшие действия, естественно, добиваться выноса этой теплотрассы, потому что она реально, реально угрожает жизни и безопасности людей. И решение сегодняшнего суда это подтверждает практически, что она незаконна? Ну, конечно, конечно. Раз риски отказывают, да. Спасибо. Житель дома по проспекту Большевиков, дом 9, корпус 1. Вы сегодня присутствовали на заседании суда? Да, я сегодня присутствовал уже на восьмом заседании суда, которое наконец-то разрешилось в нашу пользу. Какое было вынесено решение? Решение было вынесено в отказе ООО «Студио Дизайн» на разрешение эксплуатации тепловых сетей, которые были незаконно проложены в нашем доме. А ваше мнение по этому решению? Мое мнение положительное, потому что я считаю, что были нарушены права жителей дома, количество которых более полутора тысяч, и которые не могут согласиться с тем, что через подвал и комнат была проложена трасса тепловая с давлением в труп 160, с 16 атмосфер. То есть промышленный объект. Эта трасса является промышленным объектом особой опасности, особо опасным промышленным объектом. Спасибо. Я сегодня порадовалась за жителей дома 9 проспекта Большевиков, потому что вот эта многолетняя борьба против строительства того дома, для которого протянули под домом 9 трубы для тепла, завершилась вот таким хорошим результатом. Я думаю, что удастся это решение суда и дальше провести через следующую инстанцию. А это помогает жителям верить в свои силы, потому что когда ты за себя борешься, ты сможешь бороться и за друг друга. Спасибо. Утро. Очень внимательно, обстоятельно, сколько, сколько нужно. Потому что я иначе начинаю думать, что я затерпываю еще толпу и нервничать. Поэтому вы думаете, что я про вас забыла, но просто вам сладей нет, поэтому беспокоились. Проходите. Уважаемый суд, прошу прощения, прошу разрешения на аудио и видеосъемку для жителей. Я представитель по доверенности жителей из Совета Дома многоквартирного. Аудио, пожалуйста, никаких видео еще не подробно. Понятно. Жители просто хотят с нами. Ты не разрешай судьба. Это очень да, и важно, чтобы сюда в какой-то вещей не ходить. Не сводал. Вы меня спрашиваете? Я не театр, я не актриса. Я не актриса. Видеозапись, а аудиозапись это ваша права. Хорошо, аудиозапись. Я закрыл. Аудиозапись, аудиозапись. Пожалуйста, что нового устава? Можно, пожалуйста, у нас ведется активный приговор по заключению соглашения, в частности, что мы немножко с обеих сторон перефразируем, чтобы выйти из сложившегося спора с соблюдением всех, с лакомностью всех заходов в интересы и фран, и как участников процесса так и выйдет. В принципе, люди в этой ситуации находавшиеся, поэтому мы можем поставить нам еще время для того, чтобы мы все-таки смогли заключить мероприятие соглашения. Теперь я хочу предъявить путь категорический, мы можем относиться к вопросу. Ваша честь, поскольку не делся этот процесс, этот договор не может быть заключен никогда по той простой причине, что по регламенту разрешение может быть восстановлено. Ваша честь, поскольку не делся этот договор, который не может быть оправданным, потому что тепловые сети провожены в пожилом году. И второе, то же самое, при главном, должна быть в обязательном порядке, и что мы предоставлены право установивающие документы для земельного участника, по которому они положили свои туры. Естественно, этого тоже не нужно. Поэтому априори этого просто быть не может, сколько бы этот процесс не делится. То есть, таким образом, студию дизайн нарушит абсолютно все, что можно, не имея разрешения от ростовских надзоров, поскольку не предоставил весь конкретный держащий документ для получения такого разрешения, которое и не может быть получено на законном основании, то есть не нарушая федеральных законов и нормативно-правовых актов. Не выполнить часть инвестиционного устроя правительства Санкт-Петербурга, не получив согласия собственника дома 9 на использование чужого земельного участка на прокладке своей реклограссы, требует принять незаконно проложенную, неразрешенную к эксплуатации теплосель, хозяйственное введение бутыр и заключить договор на постоянную эксплуатацию. Кто-то еще хочет дополнить? Да, что же. Мне хочется позвать еще дополнить представители о том, что правонарушенные уже установлены в судебном заседании третьих лиц, поэтому данное обстоятельство, подтверждение мирового соглашения невозможно, поскольку существует протокол, в котором жильцы собственники дома определили о том, что проложенную протокол, необходимо демонтировать решение о демонтаже существует. Поэтому договариваться, о чем мы решили. Как доказательства? А, жильцы. Жильцы решили. Поэтому уже как бы поворот назад, в принципе, он невозможно. Говорить о том, что дополнительное время необходимо, чтобы было достаточно времени для того, чтобы решить все вопросы. Я думаю, что это только будет затягивать рассмотрение дела. И в любом случае, в данной ситуации, в любом случае, будет нарушено право третьих лиц. И у нас имеется ходатайство о приобщении документов, подобных, которые изложены представители из ЦАК, после приобщения уже материала связанных. То есть сразу же предложение. Вы даете свой участникопроцесса эти документы? Ага. Есть у кого-то еще какие-то вопросы? Когда суд ударится на совещание? Какая-то садится на совещание. Я вообще что-то... Я с ним в просмотра. Уходим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...